Доброго времени суток! Сегодня мы поговорим о манименеджменте в трейдинге. Это видео специально подготовлено от школы трейдинга АЛАП для канала Сискальп. Меня зовут Алена. Итак, начнем с теории. Манименеджмент это управление деньгами таким образом, чтобы стабильно приумножать их и максимально убрать вероятность слива депозита и самое главное умение диверсифицировать риски. Без рискового трейдинга не существует. Это аксиома, которую нужно запомнить и перестать искать волшебные беспроигрышные стратегии. Движения рынка неупорядочены, потому что на него влияет множество факторов, которые невозможно учесть даже при самом тщательном анализе. Считается, что первым трейдером, который емко сформулировал принципы системы управления рисками, был легендарный Джесси, Ливермор. Его правила гласят. Не вкладывайте весь капитал в одну сделку. Не игнорируйте защитный ордер. Страхуйте себя от крупных убытков. Не пускайте весь капитал в оборот. Возможно, подвернется перспективная сделка, а у вас не будет свободных средств. Растите профитную сделку, не торопитесь ее закрывать. Так вы можете компенсировать несколько небольших убытков одной хорошей сделкой. Половину прибыли выводите с биржи, чтобы пополнять резерв. Сейчас эти принципы Ливермора стали азами трейдинга. Теперь давайте перейдем к практике. Вам нужно понимать риск на день и риск на сделку. Напишите примерный размер вашего тейк профита и стоп лосса, который вы используете в вашей торговой стратегии. Не стоит придерживаться фиксированных значений для ваших тейков и стопов. Это неправильно, потому что цель и стоп должны основываться на самом движении инструмента, который вы торгуете, исходя из конкретной рыночной ситуации. Именно по этой причине я категорически не рекомендую использовать автоматический стоп лосс и тейк профит. Приведу пример сделок, где стоп лосс не просто не нужен, а он будет мешать отработке тех или иных точек входа. Разберем несколько торговых ситуаций. Обратите внимание на акцию Майл. По цене 2125 постоянно выставляется 100 лотов. В сленге трейдеров такой алгоритм называется обновляшка. То есть вы по сути заходите чуть ниже робота обновляшки и закрываетесь об него. Такие алгоритмы естественно не вечные и когда объем полностью исполняется, обновляшка по цене 2125 пропала. Может случиться такая ситуация, что кинут не просто 100, 150, 200 лотов, а например 5000. В таком случае вам даже необходимо будет усредниться в этой ситуации. Ну а соответственно, если стоит стоп лосс, вы потеряете. Здесь нет ни плотности, ни айсберга, ни какого-либо другого основания для того, чтобы поставить стоп. Нельзя ставить стоп лосс, когда вы торгуете корреляцию инструментов либо бирж. Здесь нет также четкого стопа, поэтому определяю для себя примерный стоп и захожу в позицию. Конечно, если бы на хаях было бы основание, я бы заходила на достаточно серьезный объем, потому что ситуация стоящая. Следующий пример сделка на акции Mitchell. Классическая перестановка плотности. Когда переставляется плотность, она может не сразу поставиться чуть выше. Соответственно, если у вас стоит стоп заявка, вас может выбить по стопу и таким образом, когда уже поставится объем, вы будете вне позиции. Поэтому в голове нужно держать тот момент, что стоп лосс это та плотность, которую переставляют. Соответственно, когда ее будут проедать, вы выходите из позиции. Стоп заявку также нельзя ставить тогда, когда вы собираете точечные неэффективности, например, такие как проливы или тики. Мани менеджмент на практике начинается с объемов, которыми торгует скальпер. Как рассчитать ваш текущий рабочий объем для каждой акции в приводе Бондаря. Я покажу вам простую схему, которую я использую в своей торговле. Этот алгоритм можно использовать для расчета объемов не только на московской бирже, также если вы торгуете на криптовалюте. Учитывайте, что все стопы берутся приблизительно и нет четкой инструкции, сколько стоп по тому или иному инструменту. Также очень многое зависит от вашего стиля торговли. Где и какой стоп у акции, более точно подскажет наставник. Но универсально берите для себя стоп примерно 30-35 пунктов для всех ликвидных акций. Давайте для примера возьмем акцию ваш нефть прев. Убыток на сделку необходимо рассчитывать так, чтобы хватило на 5-6 стопов до маржин кола. Итак, расчет следующий. Например, твоя просадка составляет 50 рублей, если у вас нет четкого понимания какой стоп. Открываем калькулятор, делаем расчет. Примерное количество лотов умножаем на стоимость шага цены и умножаем на количество убытков в пунктах. Итак, мы рассчитали объем для просадки 50 рублей. Теперь нам нужно их настроить. Настраиваем объемы в приводе следующим образом. Первый объем у нас будет рабочий. Этим объемом вы можете заходить, если вы не видите четкого стопа и если вы готовы потянуть бумажный убыток в размере 30-35 пунктов, в зависимости от волатильности и ликвидности инструмента. Далее, второй объем двойной. Таким объемом вы спокойно можете торговать от плотностей, айсбергов, роботов, когда ваш стоп как минимум в половину раза короче, либо вы хорошо понимаете ситуацию. Третий объем можно поставить в 3 либо в 4 раза больше. Такой объем, как правило, используется на прострелы. Когда цена в доли секунд забирает вашу лимитную заявку и возвращается обратно. Четвертый, я ставлю половину рабочего объема и его использую тогда, когда стопы значительно увеличиваются на волатильности. Например, новостное движение, паника или энтузиазм на рынке. Пятый объем использую исключительно ради удобства. Везде ставлю один лот. Как правило, трейдеры обычно закидывают один лот, чтобы видеть куда и как идет акция и не упускать ее из вида. Но это для вас будет актуально, когда объемы значительно увеличатся. Также помните, если ваш потенциальный стоп составляет не 30-35 пунктов, а, например, 10 пунктов, то необходимо заходить тремя и более объемами. Это правило риск менеджмента необходимо соблюдать для того, чтобы, получив убыток на одной акции с длинным стопом, отбить этот убыток на другой, менее волатильной акции. Теперь, исходя из своей просадки, по такой простой формуле вы сможете настроить объем для каждой акции. Вам необходимо определить свою терпимость к риску конкретной сумме. Какую денежную сумму вы готовы потерять за одну сделку? Очень важно, чтобы у вас был честный ответ на этот вопрос. Также вам поможет раздел статистика. Одна из главных причин, по которой большинство трейдеров терпят неудачу, заключается в завышенных рисках. Чаще всего они даже не обращают внимания на размер риска в своих сделках. Для большинства трейдеров конкретная сумма денег является более сильным эмоциональным триггером, чем количество процентов. И это важно брать во внимание. Если вы не определяете конкретную денежную сумму, которой вы рискуете, это может обернуться для вас проблемой. Приведем пример из раздела статистики. Здесь вы можете ознакомиться с информацией о заработках опытного трейдера. Статистика показывает, что основной профит был заработан в пятницу. Если проанализировать средний заработок трейдера, то нетрудно посчитать, что средняя прибыль трейдера примерно соответствует 10-15 тысячам рублей заработка, если не считать торговый день, который выбивается из статистики внушительными цифрами. Как правило, это бонусы от рынка, но это не точно. А вот как раз таки убыток колеблется в пределах пяти-пяти с половиной тысяч рублей. В принципе, можете посчитать все сами. Манименеджмент данного трейдера грамотно просчитан. Лучшая стратегия манименеджмента не принесет вам пользы, если у вас не будет конкретного торгового плана. Ваш торговый план не должен быть слишком сложным. В большинстве случаев достаточно просто обозначить свою стратегию входа и выхода из сделки. Данная стратегия должна включать в себя место для постановки стоп-лосса, а также цели по взятию прибыли. После того, как вы определили для себя цели, важно, чтобы вы их не меняли ни при каких обстоятельствах. Как только вы находитесь в рынке, вы теряете объективное восприятие текущей ситуации. Поэтому важно не поддаваться своим эмоциям и принимать все важные решения заранее. Теперь, когда вы определили размер своего риска в каждой сделке и у вас есть конкретный план торговли, пришло время определиться, когда стоит прекратить свою торговлю в случае череды убытков. Неважно, насколько хороший вы трейдер, такого рода потери всегда будут задевать ваши нервы. Они могут заставить вас усомниться в своих способностях, что неизбежно приведет к еще большим убыткам. Это порочный круг и его можно избежать, только если вы вовремя прекратите свою торговлю. Как долго должен длиться этот перерыв, решаете вы сами. Итак, давайте резюмируем ключевые принципы управления капиталом и money management, которые нужно взять себе на вооружение. Выберите систему торговли, которая обеспечивает оптимальный для вас уровень риска, выгодное соотношение убытка и прибыли. Рассматривайте убытки в качестве операционных расходов, а значит просто не бойтесь их, не позволяйте себе впадать в уныние, депрессию из-за потерь. Если прибыль их перекрывает, все идет как надо. Помните о том, что вы пришли на биржу зарабатывать, поэтому профитные сделки нужно растить. Вспомните советы Ливермора. Казалось бы, небольшая прибыль тоже прибыль, но только не в трейдинге. Малый профит, не способный перекрыть убытки, постепенно приводит к разорению. Это нужно всегда помнить. Фиксируйте прибыль. Не попадите в психологическую ловушку бумажной, так называемой виртуальной прибыли. Это пока еще не ваши деньги, хотя может возникнуть желание и не всегда обоснованно пустить их в оборот, по крайней мере в мыслях. Занимаясь трейдингом, не забывайте также о личном мани-менеджменте. Вы должны понимать, что если что-то пойдет не так в трейдинге, то у вас есть запасной или резервный вариант. Учитесь оперировать большими цифрами. Вы должны понимать, что столько, сколько вы зарабатываете в трейдинге, упирается исключительно в вашу психологию, когда вопрос изучения основ торговли уже не стоит. Обязательно разрабатывайте финансовые цели и не бойтесь заглядывать на год, на 5, на 10 лет вперед. Постановка цели включает мотивацию и помогает зарабатывать деньги. Рассматривайте торговлю как часть своей жизненной стратегии, как инструмент для выполнения глобальных планов. В периоду убытков этот момент позволит вам понять краткосрочность данного периода и, возможно, посмотрев на эту ситуацию глобально, ваши убытки перестанут на вас сильно давить. И также в заключение бы хотелось акцентировать внимание на том, что очень важно иметь торговый план, который будет для вас понятен и которому вы сможете ежедневно следовать, так как в конце концов именно не план делает вас успешным, а ваша способность следовать ему, то есть дисциплина. Спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если возникли дополнительно вопросы, пишите в комментарии. Если возникли вопросы касательно обучения, оставляйте заявку по ссылке в описании. Всего доброго, до новых встреч, увидимся в биржевом стакане.